А теперь к другой стороне проблемы, так сказать, к темной стороне, конспирологии. На этот раз конспирология равна этимологии, науке о смысле и происхождении слов. Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берем слово корона, оно в основе идет первым, поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене. Правильно, раздавал короны. Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными. Вирусолог Игорь Никулин, правда, считает, что руку к созданию вируса NCOV-2019 приложили американцы. Я склоняюсь к версии, что это либо деятельность американских спецслужб, либо американских же международных корпораций фармацевтических, которые просто хотели заработать денег, как у них это получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии. Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты Мисс Вселенная, где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват. Продолжение следует...